привет друзья меня зовут элег герд я иллюстратор и в этом видео я хочу показать вам как я рисовал вот эту иллюстрацию если вы смотрели другие видео на моем канале вы видели наверняка как я рисовал такого кракена то есть октопуса да это была иллюстрация для пивной этикетки для голландского бренда и вот это тоже иллюстрации из этой же серии но уже с акулой и так поехали самого начала работы разумеется нужно погрузиться в тему то есть нужно найти очень много изображений разных пос акулы и найти те которые вам наиболее показались интересны чтобы они у вас были всегда перед глазами желательно их иметь чтобы случае чего можно посмотреть как устроено до строение акулы там или как у нее расположены какие-то окраска или что-то в этом духе также поскольку в иллюстрации будут фрукты да это красный апельсин и обычный апельсин я тоже подготовил пару референсов вот такие простые наброски я выслал для согласования клиенту да чтобы выбрать какая поза акулы ему нравится больше они это обсудили в своей команде и просили мне сделать крупнее голову акулы изначально им предлагал такой вариант но они сначала хотели полностью тело акулы ну как видите если стараться вместить в небольшой формат этикетки полностью акула она будет не совсем крупная вот такой эскиз мы в итоге согласовали с клиентом и я приступил к отрисовке поскольку не выбрали концепт для этой иллюстрации в такой синей гамме я сделал фон до бэкграунд не черный как обычно когда рисую в этом стиле а уже темно-синим иначе разумеется с того что начал подготавливать основу акулы и в отдельных слоях я начал рисовать основу для фруктов и в отдельном же слое рисую основу для собственно волн для этих брызг и эту иллюстрацию я тоже рисовал своими кистями вы можете скачать эти кисти по ссылке в описании к этому видео либо сделать их сами посмотрев видео на моем канале как делать кисти там все довольно понятно и когда я прорисовал основу я уже начал добавлять объем с помощью опять-таки своих кистей текстурных кистей которыми я рисую время ты мне периодически включаю слой где у меня расположены референсы даст с акулами чтобы чекнуть как у них расположены пятна или еще какие-то особенности их строения тела еще раз хочу напомнить вам о том что очень важно использовать референсы мы все как будто бы представляем себе как выглядит акула как будто его закроешь глаза и представляешь вот она такая акула есть плавники зубы глаза и тому подобное на самом деле наш мозг очень обманчив да и мы когда представляем себе что-то мы как будто помню начиная что-то рисовать по памяти до не подсмотрев не освежив эти воспоминания мы можем многие детали упустить поэтому очень важно всегда перед каким-то заданием какой-то иллюстрации 5 как рисовать подготовиться и просмотреть освежить все те объекты которые вы будете рисовать помните об этом не всегда используйте и вот я сделал на своей основе маску слоя и с помощью своих текстурных кистей начал дорабатывать добавлять объем и когда проработал объем с помощью текстурной кисти и маски в моей основе я делаю еще добавляю слои и к помощью клиппинг маска вставляю как бы в эту основу и уже там добавляют цвет на десны на зубы это вот раскраску пятна да на коже на брюшке акулы и еще дополнительно добавляю слои с бликами до затемнению то есть формирую более объемное изображение я уже немного говорил про маски в других видео но повторюсь почему я использую маску слоя потому что это очень удобно это позволяет вам корректировать изображение но не перерисовывать его каждый раз то есть вы один раз подготовили это вот основу до в одном слое сделали на ней маску и уже можете подтирать не что-то не как бы изменяя не стирая всю основную информацию которая в основе эта техника опять-таки подходит только если вы рисуете подобным образом подобном стиле и хочу заметить использовать маску в рисовании совсем не обязательно просто мне так удобно да в этом стиле в этой технике мне удобнее так использовать маску но это повторюсь совсем не обязательно и вполне можно обойтись без нее и далее по такой же схеме до начинаю прорабатывать окружение этой акулы то есть делают эти вот брызги дает воду я тоже сначала рисую основу и потом уже с помощью маски да и с помощью текстурных кистей начинаю прорабатывать как бы стирать эту основу чтобы это вот фон до задний синий цвет начал просвечиваться боль с помощью какой-то так и маленьких текстур точечек да это формирует такую как бы крафтоваясь такую небрежность эти кисти как бы немножко немножко имитируют такой непропечатанность за непропечатанную текстуру и очень мне нравится это не быстрый процесс то есть я пробую да я что-то рисую стираю да смотрю как это смотрится с другими элементами что-то мне нравится перерисовываю добавляю какие-то еще детали порой вообще убираю какой-то весь слой полностью рисую его заново на создание всей этой иллюстрации мне ушло порядка восьми с половиной часов если суммарно взять я рисовал это не за один день я рисовал это после работы урывками то есть несколько часов там в один день несколько часов другой несколько часов 3 я уже не помню сколько дней суммарно мне набралось но в итоге это где-то восемь половина часов по такому же принципу я прорабатываю и фрукты то есть добавляя в слой еще другие слои делаю там какую-то освещенную область до затемненную область добавляют цвет этих вот мякоти до у апельсин добавляю там блики и все в том же духе если у вас есть какие-то вопросы по иллюстрации или по фотошопу не стесняйтесь пишите мне в комментариях я с удовольствием отвечу на каждый ваш вопрос если вам нравится это видео поставьте пожалуйста лайк ах да и не забудьте подписаться на канал если еще не подписаны когда я рисую я периодически перескакиваю с одного места рисования в другое до моей иллюстрации это делаю сознательно для того чтобы глаз не замылился да если вы рисуете что-то только в одной хоть локальной области своей иллюстрации вы немножко уже не будете замечать какие-то аспекты и какие-то детали поэтому лучше если вы будете периодически и будете перескакивать немножко с одного места в другое так вы будете не замыливаться да еще если вы заметили очень часто отдаляю изображение и приближаю вы то есть когда рисую то есть это уже такой настолько на автомате происходит до что и не замечает но это позволяет мне опять-таки немножко переключить взгляд до немножко сделать так что по-другому посмотрю посмотрю в общем да и целом как смотрит сама иллюстрация это очень тоже полезное действие это попробуйте его сделать то есть когда рисуете отдалить и периодически до и посмотрите на иллюстрацию с одной стороны позволительно еще отзеркаливать изображение да опять-таки Смотреть на него, как оно смотрится Порой, когда мы рисуем, да, мы не замечаем каких-то вещей Но от зеркалей изображения вы удивитесь, что ваша иллюстрация может уже не выглядеть так приятно И так вам понравится, как вам изначально нравилось И вот по такой схеме я прорабатываю всю иллюстрацию Добавляю объем в брызги, добавляю какие-то рефлексы на фрукты На капельки воды, да, отблески фруктов Чтобы они тоже там, цвет этот добавлялся, да, оранжевый в капельки Или там на листьях, когда были блики Ну, в общем, все-все-все-все детализирует, а сильнее-сильнее-сильнее И да, и поскольку это иллюстрация на этикетку пива То там еще будет много расположено каких-то элементов, да, дизайна То есть название пива, какая-то техническая информация и описание там и что-то еще, еще, еще Поэтому очень важно изначально понимать, где будут расположены эти элементы То есть если вы работаете на заказ, да, то вам лучше всего запросить это у клиента, у заказчика, да И узнать, где он предполагает будет расположена какая-то техническая информация Если он это как бы еще не знает, да, то лучше как бы подстраховаться, заложить какие-то уже условные размеры, да Какие-то не зарисованные какими-то важными деталями, какими-то мелкими деталями Уже посмотрев какие-то референсы, как это используется в других там, да, этикетках с иллюстрациями Чтобы вы расположили самое главное, да, самое проработанное изображение где-то в середине И уже вокруг как можно меньше деталей То есть я сознательно уже запросил у клиента, да, у заказчика, как он будет располагать техническую информацию И уже основываясь на этом, сделал свой эскиз, да, у меня там расположены апельсины, там какие-то брызги В тех местах, где у меня нет какой-то важной информации И я еще дополнительно встраиваю в иллюстрацию вот такой вот как бы щит справа, да, такую На котором будет расположена тоже такая информация с описанием этого пива И внизу будет такая лента с названием продукта Как видите, я выбрал комплементарные цвета, то есть голубой, такой желтовато-коричневый, да, чтобы они хорошо сочетались на контрасте Опять-таки на моем канале вы можете посмотреть видео про цвет Там я постарался наиболее подробно рассказать, какие бывают цветовые сочетания и какие лучше использовать и для чего Что ж, друзья, вот такая у меня получилась иллюстрация Надеюсь, вам понравилось смотреть за процессом ее рисования Напомню, если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях под этим видео Я постараюсь ответить на каждый ваш вопрос Что ж, друзья, комментарии, лайки туда и увидимся в следующем видео Пока! Субтитры сделал DimaTorzok